Очередная обязаловка или фонд регионального оператора начал сбор средств на капремонт. Программа заработала, но масса вопросов и недопонимания остались. Сегодня в городской администрации попытались разъяснить ряд нюансов, которые вызывают беспокойство среди оренбуржцев. Еще раз о фонде регионального оператора и как платить деньги на будущий ремонт. Смотрите далее. Первые квитанции со строкой взнос на капитальный ремонт из фонда регионального оператора уже поступили жителям чуть больше 200 многоквартирных домов Оренбурга. На феврале этот список увеличится еще на 180. Исключение составляет жилье, признанное аварийным и в категории соцнайма. Но среди горожан есть и такие, кто получил две квитанции на капитальный ремонт. Или две строчки в одном счете. Это может произойти, объясняют чиновники, если жители ранее приняли добровольное решение на собрании сдавать деньги на капитальный ремонт. Могут быть и ошибки в начислении. Но вот в фонд регионального оператора, в общий котел или на счет дома, все равно платить придется. Тот взнос, который начислен региональным оператором, является обязательным взносом в рамках действия федерального законодательства. Противопоставление управляющих компаний регионального оператора, я считаю, совершенно неправильным. Потому что дело делается общее. Во-первых, управляющие компании никто не освобождает от обязанности по управлению и обслуживанию данного дома в рамках своих полномочий, в том числе и по обследованию и по необходимости проведения капитального ремонта. Вторую строку по капитальному ремонту нужно оплачивать, если жители взяли кредит на ремонтные работы в доме или просто приняли дополнительное решение на общем собрании. А вот если на счете дома уже есть собранные деньги, их можно направить в фонд регионального оператора или на текущие ремонты, например, подъездов, дверей и окон. Допустим, жители дома А накопили 200 тысяч рублей, куда эти денежные средства? Я думаю, надо смотреть конкретный случай, и деться куда-то они не могут. Они также находятся на счете управляющей организации, либо ТСЖ. Нужно определить, на какие цели они могут быть потрачены. Фонд регионального оператора обязан провести ремонт в тот срок, который установлен в программе. Какой-то дом, например, отремонтируют через три года, а кому-то придется ждать 10 и 15 лет. Если деньги стекают в общий котел, то вся ответственность по выполнению работ лежит на фонде. Если же деньги поступают на индивидуальный счет дома, то отвечать будут держатели счета, то есть сами жители. Если дом, так и собственники остаются пассивными, не проводят капитальный ремонт, не собирают денежные средства, то здесь будет вмешиваться уже государственное регулирование, то есть передача этого дома в котел, где государственный орган в лице регионального оператора будет применять все средства и механизмы по взысканию задолженности и обязанности свои по проведению этого дома, видов капитального ремонта, которые необходимы. Судом и судебными приставами также будут иметь дело все неплательщики, добавляют в администрации, чтобы капитальный ремонт проводился в срок и не было аварийных ситуаций. По каждому дому в системе город готовы дать развернутое объяснение. Сейчас в службе работает горячая линия с 8 утра до 7 вечера.